Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Дети наши все, кем завтра станет сегодняшний сорванец? Дать ответ на этот вопрос нелегко. При правильной работе родителей, правильных книгах и правильных игрушках у него есть хорошие шансы вырасти достойным интересным человеком. Сегодня хотим рассказать об одной из таких правильных и познавательных игрушек, детском микроскопе от немецкого производителя National Geographic. Микроскоп поставляется в подарочной красочно оформленной картонной коробке с прозрачной вставкой, благодаря которой можно убедиться в наличии микроскопа и сделать его внешний осмотр не вынимая прибор из коробки. Сделав внешний осмотр и убедившись в целостности прибора, достанем его из коробки и познакомимся с ним поближе. Итак, кроме самого микроскопа в комплект поставки входит богатейший набор аксессуаров, таких как пинцет, пипетка, лупа, пробирка, контейнер для выращивания бактерий, емкости для хранения биоматериалов, микротом для получения тонких срезов, 11 готовых препаратов, чистые покровные стекла, запасной светодиод, батарейки, адаптер для смартфона, краткое руководство пользователя, в том числе и на русском языке. Рассмотрим микроскоп поближе. Корпус микроскопа имеет стильный футуристический дизайн. Выполнен корпус, как и все остальные компоненты, включая механические части, из прочного пластика, что делает прибор очень легким, но в то же время и достаточно надежным, требующим бережности и аккуратности при работе с ним. Исключением являются лишь лапки для фиксации препаратов, они выполнены из металла. Микроскоп снабжен револьверной головкой на три объектива. Эта модель оснащена простыми однолинзовыми объективами кратности 4, 10 и 40 крат, которые в сочетании с окуляром переменной кратности от 10 до 16, позволяют получить широкий диапазон увеличения от 40 до 640 крат. Заметим, что объективы и окуляр несъемные и замена их на более совершенные невозможна. Смена кратности микроскопа осуществляется сменой объективов и сменой кратности окуляра. Чтобы сменить объектив достаточно повернуть револьверную головку до характерного щелчка, а чтобы сменить кратность окуляра необходимо повернуть его в ту или иную сторону. Как и у большинства взрослых микроскопов окулярная насадка этого детского микроскопа имеет удобный наклон в 45 градусов, что делает работу с микроскопом весьма удобной. Настройка резкости изображения осуществляется путем поднятия или опускания предметного столика. Для этого микроскоп оснащен двумя рукоятками расположенными по обе стороны в нижней части штатива. Вращение рукояток тугое, но вместе с тем плавное, и даже при большом увеличении не возникает особых трудностей с настройкой резкости изображения. Под предметным столиком установлено колесо диафрагм, которое представляет собой пластиковый диск с отверстиями разного диаметра. Выбирая различные диафрагмы, мы изменяем интенсивность светового потока, идущего от светодиода. Для питания светодиода необходимо установить батарейки в специальный отсек, находящийся под основанием микроскопа. Ну и основной фишкой этой модели микроскопа является адаптер для смартфона. Посредством адаптера смартфон крепится к окуляру микроскопа. На сам адаптер смартфон крепится при помощи присосок. Если тыльная сторона корпуса смартфона чистая и не имеет глубоких царапин, то он фиксируется достаточно надежно. Однако во избежание падения и повреждения достаточно дорогого гаджета, лучше подстраховаться и дополнительно зафиксировать его при помощи резинки. Установка смартфона превращает этот обычный детский микроскоп в цифровой. Теперь можно не только проводить наблюдения на экране, но и выполнять фото-видео фиксацию результатов своих наблюдений. Эта опция придется по душе любому ребенку. Сняв фото или видео увиденного, он сможет тут же поделиться с друзьями своими наблюдениями. Закрепим смартфон на окуляре микроскопа и посмотрим, что из этого получится. Для тестовых наблюдений будем использовать готовые препараты тонких срезов растений, насекомых и одноклеточных организмов. В качестве первого образца мы выбрали срез стебля сосны. С четырехкратным объективом видим довольно маленькое поле зрения, но картинка достаточно четкая и красочная. С объективом десять крат четкость картинки несколько снижается. Тем не менее, срез выглядит довольно четко и с интересными подробностями. А вот с сорокакратным объективом сфокусироваться не получилось. Предметный столик уперся в объектив микроскопа. При визуальных наблюдениях этого не наблюдается. У инфузории туфельки отчетливо просматривается внутренняя структура. Муравья можно рассмотреть во всех подробностях, но фрагментами, перемещая препарат по предметному столику. Посмотрев на кожицу чеснока, отчетливо видим ее клеточное строение и даже ядра внутри отдельных клеток. Из-за небольшой глубины резкости и присутствия других оптических искажений, срез пробкового дерева выглядит несколько размыто. Итак, мы познакомились с еще одним детским микроскопом. В целом прибор нам понравился. Особенно если учесть то, что он относится к очень бюджетным микроскопам. Приятное исполнение корпуса и вполне качественная картинка позволяет поставить этому микроскопу оценку пусть и не очень высокую, но вполне достойную. Небольшой вес, низкая цена и вполне приличные оптические возможности позволяют нам смело рекомендовать этот прибор в качестве первого микроскопа для любознательного ребенка. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!